Вертолёт приземляется в Панаевской тундре. В нём старейшины кочевых родов и семьи оленеводов. Те, кто не понаслышке, знают, что действительно волнует тундровиков. Перед этой встречей губернатор провёл три дня в стойбище у большой семьи Пырирка и с головой погрузился в быт кочевого народа. Спасибо. Я с помощью этого многое увидел своими глазами, потрогал руками. Оно гораздо дороже, чем об этом много раз слышать. Такой формат позволяет глубже понять реалии стойбища. Вместо кабинета – бескрайняя тундра. Вместо офисной мебели, создающей дистанцию – привычные для тундровиков нарты. В такой обстановке удаётся достичь атмосферы доверия. И людям проще спросить у губернатора о наболевшем и актуальном. О развитии факторий, качестве связи в тундре и доставке в стойбище рейсами санавиации. Вопрос волнует не только родителей студентов, но и тех кочевников, которые выписались из больницы и не могут добраться в чум. Вчера буквально, когда в Петербурге большой форум, поймал переговорить министра здравоохранения России. Объяснял министру, что это очень важно для нас, для Ямала, для тундровиков, чтобы можно было по санзаданию, пока он летит за больным, довести тех, кто уже здоров. Или, например, студентов. Все озвученные вопросы губернатор взял на карандаш. Несколько из них решат оперативно. В том числе доставку студентов во время каникул. В стойбище помощники всегда пригодятся. Наталья Горбунова, программа «Время Ямала», Ямальский район.